Сегодня 7 марта, утро, город Миргород и с вами Анатолий Миргород. Совершаем такую прогулочку с тренировкой и информацией о военной обстановке по Украине и городу. В городе у нас всю ночь прошла без происшествий, все спокойно, уже много дней. Так что такая у нас погода сейчас, это минус 2 градуса с утра, без ветра, так что сильно холодно и не ощущается. Это впереди у нас легендарный дружок. Какая еще обстановка по Украине? По Украине уже боевая обстановка выглядит, что враг во всех направлениях остановлен. В стратегических направлениях, это Киев, Харьков, Одесса, ничего не получилось. Так, это мы выполняем подъем-переворотом боевой. Это без единой секунды отдыха, то есть без фиксации верхней и нижней точки. То есть максимально идет физическая отдача, не теряется время зря. Вот так вот. Справа у нас дружок на боевом дежурстве охраняют. Ну и продолжение, можно что сказать. Обстановка по Украине нормальная, во всех направлениях враг остановлен. Сейчас во многих направлениях проводится контрнаступление, очень эффективное. Враг даже и не понял. То есть жертв уже среди врага даже план перевыполнен. Вот у нас какой сегодня? Двенадцатый день. У меня есть сводки по десятому дню. Это 11 тысяч. Чуть-чуть более 11 тысяч уже врага уничтожено. То есть уйдут двусотыми. Дальше что? Ну вот просматривая эти пропагандистские ролики рашистские, там прямо смех вызывает, как у них там красиво все снято, танковые колонны заходят, там эти знаки, что заходят они где-то возле Киева, там дорожные знаки, все там колонны, там красиво снято, на высококачественное это оборудование, видео. И потом уже наши эти ребята смартфонами снимают там по 17 секунд руки. Эти все колонны расхераченные, там очень серьезные, это самое, идет борьба с агрессором. Дальше, даже такие непонятные факты, это самое, мелочные происходят, как в Бернурском треугольнике, то есть стоит танк, движок работает, люки открыты, а там никого нет из экипажа. И это целая колонна танка. Вот допустим, под Киевом 20 Т-80 новых, это самое, остановили. Вот в таком состоянии они достались, их никто не разбивал. А что получается, что при первом же выстреле боятся и убегают экипажи, думают, что это Байрактар работает. Один минометный выстрел в колонну, колонна останавливается, все выскакивают в кусты туда и исчезают. Потом эти теробарона подходят, их там в посадках вылавливают, а техника нам остается. Вот такая штука, вот такой бернурский треугольник. Так что всем матерям, которые отправляют своих детей, не отправляйтесь сюда, иначе никто отсюда живым не выйдет. Опа, русский оккупант. Да уж, хотів на Украину, а попав в Украину. Пиздати доброго для наших чорноземьев. Приятного аппетита. Продолжение следует...